В полицию города Училы обратился 85-летний ветеран войны. У него пропали сбережения 3 миллиона 700 тысяч рублей. В краже заподозрили 4 женщин в возрасте от 28 до 64 лет. Знакомство с ними произошло в апреле прошлого года. Они оказывали ветерану помощь по хозяйству. Пенсионер рассказал им о накоплениях на сберкнижке. Женщины убедили его перевести деньги на карту, а сами стали их периодически снимать. На мошенниц завели уголовное дело. Полиция полагает, что они причастны к схожей краже. Документ должен помочь театрам и концертным площадкам. Сенатор Лилия Гумирова внесла новый федеральный законопроект. Он направлен против перекупщиков билетов на концерты и спектакли. Сам документ разработан правительством России. Билеты смогут продавать только сами культурные организации, либо организации, с которыми театры заключили соответствующий договор. Билеты, купленные в обход нового закона, будут признаны недействительными. В ближайшее время законопроект поступит в российский парламент. В Башкирии с пьяных водителей взыскали штрафы на сумму свыше 335 миллионов рублей. Солидная сумма была получена за 8 месяцев текущего года, сообщает служба судебных приставов республики. В ведомстве уточнили, что в число тех, кто уплатил штраф за нетрезвое вождение, входят также автовладельцы, передавшие управление транспортом лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и те, кто отказались от медосвидетельствования. Факт незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых был выявлен около села Миловка Уфимского района. Работы велись организации без специального разрешения на добычу недр. Был назначен административный штраф в размере 850 тысяч рублей. Предприятие в судебном порядке оскорило факт незаконной добычи. Суд снизил размер штрафа до 450 тысяч, так как организация впервые привлекается к административной ответственности, но и он оплачен не был. Управление Минэкологии Республики Башкортостан направило материалы, делав службу судебных приставов для принудительного взыскания штрафа. Сезон ОРВИ в Башкирии открыт. По данным специалистов Управления Роспотребнадзора, в республике зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Пока уровень остается ниже эпидемического порога. При этом люди, подхватившие вирус гриппа, на территории региона не зарегистрированы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин